Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Корнева. Поздравляю вас с Новым Годом, с Рождеством, со всеми праздниками. Пусть этот год станет для вас исключительным, особенным и максимально благоприятным. Сегодня тема нашего выпуска – свадебные даты 2022 года. Но прежде чем я начну рассказывать вам о том, в какую дату лучше сочетать себя узами брака с своей второй половинкой, не забудьте подписаться на канал, не забудьте включить колокольчик и поставить лайк этому видео. Ну что, готовы? Погнали! Многие знают, что мой девиз на канале, что каждая девушка достойна красивой свадьбы, но чтобы это сделать, нужно правильно выбрать дату своей свадьбы. Итак, как же выбрать дату свадьбы? Начнем с того, что не все ориентируются на какую-то красивость даты или на какие-то приметы. Кто-то выбирает дату свадьбы, ориентируясь на дату знакомства, кто-то выбирает дату свадьбы, ориентируясь на дату предложения, то есть предложение сделали в феврале 2020 года, поженились в феврале 2021 года. Кто-то ориентируется на дату первого поцелуя, кто-то выбирает дату на праздники, например, годовщина свадьбы родителей, бабушек, дедушек. Кстати, в последнее время достаточно популярно стало ориентироваться на годовщину свадьбы родителей почему-то. Или на день влюбленных, или на 8 марта, или на день семьи, любви, верности. То есть на какие-то праздники и подвязывают дату своего мероприятия, свои свадьбы в день какого-то праздника. Кто-то ориентируется на фэн-шуй, кто-то на гороскоп, кто-то на приметы, кто-то на звезды, на астрологию. Кто-то на знаки зодиака смотрит, чтобы год совпадал, чтобы знаки зодиака совпадали. Кто-то ориентируется на церковный календарь, кто-то просто смотрит на красивые даты, а кто-то ориентируется вообще на то, будет ли свободна площадка, например, в эту дату, или будет ли свободен подрядчик, которого хотят нанять молодожены в день своей свадьбы. Мы сегодня с вами разберем наиболее популярные даты. Даты, когда действительно может быть ажиотаж на банкетной площадке, ажиотаж на бронирование ведущих, фотографов, видеографов и так далее, ажиотаж на букеты даже, возможно. И разберем, какие даты все-таки благоприятно жениться, какие даты по различным календарям неблагоприятно жениться. Вообще, если говорить про красивые даты, то я выделила 4 категории красивых дат, которые действительно популярны из года в год. Первая категория – это когда день и месяц имеют одинаковые числа. Например, 01-01-22, 02-02-02, 03-03-22 и так далее. Но, опять же, когда вы видите красивую дату, нужно посмотреть еще и на другие нюансы и после этого уже принять решение, хотите ли вы делать свадьбу вот в эту красивую дату. Далее, день и год имеют одинаковые числа. Например, 22-01-22, 22-02-22. Но здесь вообще, мне кажется, просто красота. Или там 22-12-22. Тоже очень красивая дата. И я уверена, что она будет достаточно популярной. Далее, день и месяц наоборот. Например, 10-01-22 или 20-02-22, 30-03-22, 0-1-10-22 и так далее. И даты по возрастающей. Это тоже красивые даты, и они тоже достаточно популярны. И достаточно часто, в первую очередь, они забиваются на банкетных площадках. 0-1-02-22, 0-2-03-22, 0-3-04-22 и так далее по возрастающей. Акцентирую ваше внимание. Возьмите ручку, возьмите лист бумаги, потому что я думаю, что та информация, о которой я сегодня расскажу, она будет для вас максимально полезной. И вам не нужно будет проделывать ту работу, которую я уже, в общем-то, за вас проделала, потратив несколько часов своего времени для того, чтобы проанализировать даты и понять, какие даты максимально благоприятны. Итак, 22-01-22. Да, это красивая дата. Это дата субботняя. Соответственно, она красивая и субботняя. Она не выпадает на пост. Но если смотреть по лунному календарю, я вам говорила, что лунный календарь я тоже в этот раз посмотрела, потому что в последнее время много запросов стало приходить на даты по лунному календарю, и многие стали спрашивать, а, Ирина, а вот эта дата, как вы считаете, благоприятна по лунному календарю или нет? Я, конечно, не астролог. Люди, которые ориентируются на лунный календарь, могут не захотеть делать свадьбу в эту дату. Но, тем не менее, повторюсь, дата красивая, дата выпадает на субботу, то, что большая редкость для таких красивых дат, когда год зеркалит дату, год зеркалит день, и в эту дату нет никаких православных постов. Дальше. 0-2, 0-2, 22. Ну, понятно, что эта дата красивая. Тем не менее, она выпадает на вторник, то есть она будет не настолько популярна, как 22-01-22. Она выпадает на нестрогий пост. То есть это тоже такое исключение, потому что пост все равно есть, то есть нет такого, что вообще никакого поста нет. Но при всем при этом она достаточно благоприятна по лунному календарю. То есть если вы ориентируетесь и ставите на чашу весов лунный календарь и день недели, и лунный календарь у вас перевешивает день недели, то, в общем-то, эта дата достаточно благоприятна, и она будет достаточно популярна. На это тоже обращайте внимание, что, скорее всего, запросы на банкетных площадках, на уведущих и так далее на эту дату будут. 12-02-22, это суббота, опять же, не выпадает на пост эта дата, и она также благоприятна по лунному календарю. Суббота благоприятна по лунному календарю, нет никаких постов. То есть понимаете, что если вы планируете свою свадьбу в феврале, если это 12 февраля, и если вы еще, ну мало ли, не начали готовиться, кто знает, да, то имейте в виду, что эта дата может быть достаточно популярна на банкетных площадках и везде, везде, везде. 14 февраля, ну это понятно, да, несмотря на то, что это понедельник, 14 февраля это день влюбленных, как я вам говорила выше о том, что в день влюбленных, в день семьи, любви и верности нередко случается достаточно большое количество свадеб, поэтому 14 февраля тоже может быть популярной датой, несмотря на то, что это понедельник. При всем при этом на 14 февраля не выпадает никаких постов, православных. И если смотреть по лунному календарю, то 14 сентября это очень благоприятная дата. То есть не просто благоприятная. То есть есть три градации. Четыре, точнее, градации. Благоприятная, очень благоприятная, не очень благоприятная, неблагоприятная и максимально неблагоприятная. То есть когда по звездам все совсем плохо и лучше в эту дату не жениться. Повторюсь, я не навязываю никому Ни лунный календарь, ни какие-то православные календари – это чисто ваше желание, чисто ваше личное ощущение. Если вы в это не верите, значит, любая дата для вас будет хороша и благоприятна. Далее, 20.02.22 – это воскресенье. Любые даты, которые выпадают на субботу, выпадают на воскресенье, выпадают на пятницу, они уже априори популярны, особенно это касается летних месяцев, разумеется. В воскресенье 20.02.22 не выпадает на пост, и эта дата нейтральна по лунному календарю. Да, это еще одна градация лунного календаря, когда не хорошо, не плохо, просто никак, нейтрально. Дальше, 22.02.22. Чем ближе к весне, тем более популярны становятся даты. 22.02.22 уже сказала, что эта дата будет достаточно популярная, несмотря на то, что это вторник, она не выпадает на пост, никакой никаких православных постов нет в эту дату, и она абсолютно нейтральна по лунному календарю. Окей, все, с январем разобрались, с февралем разобрались, давайте пойдем в март. Значит, март в этом году весь абсолютно выпадает на строгий пост, так что если вы верите в это, если вы придерживаетесь поста, или если ваши гости, возможно, бабушки, родители в это верят, придерживаются поста, то имейте в виду, что весь март в этом году выпадает на строгий пост. Тем не менее, в марте тоже будут популярные даты. Я выделила 4 такие максимально популярные даты. Первая – это 20 марта 2022 года, это воскресенье. Она нейтральна по лунному календарю, но она выпадает в строгий пост. Дальше, 22-03-22, красивая дата, казалось бы, и, в общем-то, выпадает на вторник. Ну, то есть, по идее, не должна быть она суперпопулярна. Тем не менее, насколько мне известно, уже на многих площадках и у многих ведущих даже есть запросы на 22-03-22, но здесь есть такой небольшой отсыл к лунному календарю. Эта дата неблагоприятна по лунному календарю. То есть, если, опять же, вы в это верите, то 22-03-22 не особо хорошая дата для того, чтобы жениться, потому что а – это вторник, б – она неблагоприятна по лунному календарю, и ц – она выпадает на строгий пост. То есть, если абсолютно верить всему тому, во что, в общем-то, верят разные типы людей, в общем-то, она не особо благоприятная получается. Дальше. 13-03-22, что-то я как-то в обратную сторону пошла, да? 13-03-22 – тоже красивая дата. Это воскресенье, и несмотря на то, что она выпадает на строгий пост, она очень благоприятна по лунному календарю, просто супер благоприятна, и, в общем-то, хорошо делать свадьбу в эту дату. И 03-03-22 – это четверг. Здесь не строгий пост уже, кстати, в отличие от всего остального марта, и она нейтральна абсолютно по лунному календарю. Так, теперь мы с вами идем в апрель. Значит, апрель, начиная с апреля, обычно начинается такой самый максимальный запрос на свадьбы везде и всюду. На банкетных площадках, у всей команды, да, кто работает, фото, видео, ведущие, стилисты, артисты, тортики и прочее, прочее, прочее. Поэтому, начиная с апреля, нужно максимально заранее, да, планировать свое мероприятие. Если у вас свадьба в апреле, то вы подумайте чуть-чуть заранее, то есть не за месяц, не там за полтора, а возьмите хотя бы там, ну, три месяца в идеале, да, взять, чтобы подготовиться к апрельской свадьбе. Если говорить про свадьбу июньскую, июльскую, августовскую, то здесь желательно начать готовиться за полгода. Если вы еще не начали готовиться, то ноги в руки и прям максимально быстро начинайте готовиться, потому что, ну, реально даты просто разбираются со скоростью света. Мы сейчас готовим несколько проектов на июль, несколько проектов на август, на сентябрь, и уже сейчас на некоторых площадках заняты даты. Просто мы не можем забронировать место, потому что уже все занято. Потому что люди понимают, что нужно готовиться заранее. Хорошо. Так, апрель у нас также весь выпадает на строгий пост, точно так же, как и март. Но, тем не менее, здесь будут популярные даты 100%. Я про них вам сейчас расскажу. Так, первая популярная дата – это 2 апреля, 02-04-22. Это суббота. Это суббота, когда уже достаточно тепло. Ну, относительно тепло, да, еще, конечно, снежок лежит, но, тем не менее, это не февраль, да. И она нейтральна по лунному календарю, несмотря на то, что выпадает на строгий пост. Дальше, 03-04-22. Красивая дата, то есть дата по возрастающей, да, 03-04-22. Несмотря на то, что это воскресенье, она очень благоприятна по лунному календарю. То есть лунный календарь говорит о том, что прямо супер жениться в эту дату. Шикарно. Дальше, 14-04-22. Это четверг. Она нейтральна по лунному календарю. Это строгий пост, но, тем не менее, дата, конечно, красивая. 14-04-22. То есть 2 плюс 2 будет 4, и здесь 14-04. В общем-то, прикольно. Дальше, 15-04-22. Пятница. Начиная вот с середины апреля уже более такой насыщенный график бронирования обычно у всех, начиная с середины апреля. То есть вот эти вот даты, вот эти дни, пятница, суббота, это считаются свадебные дни. Многие считают, что если мы поженимся, если мы выберем день суббота, то для нас это будет там одна цена. Если мы выберем свадебным днем своим пятницу, то для нас это будет дешевле, для нас это будет другая цена. К сожалению, нет. К сожалению, нет. В свадьбах есть градация определенная, И вот пятница, субботы, это считаются свадебными дни. Днями воскресенье менее свадебный день, он уже немножко дешевле. И начиная с понедельника уже максимально выгодные стоимости всюду, везде, на площадках, у всей команды и так далее. Ну, это единственное, что это никак не отражается на стоимость тортиков, на стоимость расходников каких-то по декору и прочее. Окей, дальше побежали. И, значит, 22.04.22, это пятница, она нейтральна по лунному календарю, но выпадает на строгий пост. И 24.04.22, тоже красивая дата, 24.04, это воскресенье, причем это Пасха, то есть, скорее всего, будут желающие жениться на Пасху, она нейтральна по лунному календарю. И поэтому, если вы планируете свое мероприятие на вот эту дату, на 24 апреля, то имейте в виду, что ваша дата может быть достаточно популярной. Далее, бежим в май. Значит, в мае, 1 мая будет бум свадебный, в общем-то, как и всегда. Почему, спросите вы меня? Да потому что 1 мая – это Красная Горка. Несмотря на то, что это воскресенье, на Красную Горку из года в год популярно жениться. И многие доверяют этой примете и с удовольствием сочетаются узами брака именно на Красную Горку. Поэтому, если вы планируете свою свадьбу 1 мая, имейте в виду, что, скорее всего, будет ажиотаж, спрос и, возможно, повышение цен на различные услуги. Далее, значит, 1 мая, помимо того, что она – это Красная Горка, эта дата еще и благоприятна по лунному календарю. Ну, соответственно, это означает, что еще больше, возможно, будет спроса. Дальше, 05-05-22. Красивая дата, несмотря на то, что она выпадает на четверг, в этот день нет никакого поста по православному календарю, и она благоприятна по лунному календарю, соответственно, эта дата будет популярна, и, скорее всего, будет спрос на эту дату, скорее всего, будет много желающих пожениться в эту дату. Ну, соответственно, чем больше желающих, тем сложнее найти какого-то исполнителя, сложнее забронировать площадку и так далее. 14-05-22. Суббота. В этот день нет никакого поста, она благоприятна по лунному календарю, соответственно, эта дата тоже будет достаточно популярна. 22-05-22. Пожалуй, это, опять же, одна из немногих дат красивых, таких вот зеркальных, в которую не выпадает такое, что там пост, что там что-то неблагоприятно, поэтому она будет 100% популярна. Это воскресенье, здесь нет поста на благоприятную по лунному календарю. Единственное, что, может быть, повлияет на отказ от этой даты, это если человек, там, невеста или жених, или родители молодоженов верят в приметы, да, и считают, что в май жениться нельзя. Это вот единственное, наверное, что может отговорить от этой даты, потому что большая вероятность, что уже в эту дату будет достаточно тепло, что будет уже достаточно комфортно. Ну, и по всем параметрам она очень благоприятна. 25, 05, 22, это среда, она выпадает на нестрогий пост, но, тем не менее, пост есть в этот день, если вы верите в православный календарь, и она неблагоприятна по лунному календарю, поэтому, если выбираете, да, между датами 22, 05, 25, 05, то лучше пойти в сторону 22, 05. Тем не менее, опять же, не забывайте о том, что может быть повышение ценника из-за того, что здесь, ну, прям вот несколько позиций, да, срослось воедино. Дальше, июнь. Июнь, ну, соответственно, чем ближе к лету, тем больше дат будет популярных. 4 июня, это суббота. Вообще, начиная с июня, можно прям вот смело зачеркивать все даты субботние в своем календаре, июнь, июль, август, и даже, может быть, там, сентябрь, да, наверное, там, до конца практически сентября. Можно смело зачеркивать субботы и писать, что это будут популярные даты, потому что, ну, лето длится всего 3 месяца, вы должны это понимать, поэтому 100% желающих пожениться летом будет гораздо больше, чем желающих пожениться в феврале, например, или в январе. Поэтому, естественно, если вы еще не начали готовиться к своему мероприятию, вам нужно максимально быстро начать это делать, чтобы не остаться просто у разбитого корыта. Так, 4 июня, это суббота, не выпадает на пост этот день, и она достаточно нейтральна по лунному календарю, ну, и, соответственно, желающих будет достаточно, чтобы сделать свадьбу в этот день. Дальше, 5 июня, воскресенье, 05-06-22, да, тоже не выпадает на пост, на нейтрально по лунному календарю, и так как это воскресенье, возможно, будет выгоднее по стоимости, соответственно, если люди понимают, что она выгоднее по стоимости, может быть, будет больше спроса на эту дату, поэтому тоже обращайте на это внимание. 06-06-22, несмотря на то, что это понедельник, она, эта дата не выпадает на пост, она нейтральна по лунному календарю, но спрос на эту дату, возможно, будет. Тут еще важно понимать, что многие ЗАГСы сейчас начали работать в круглонедельном режиме, правильно я сказала, или неправильно? То есть, если раньше было такое, что в воскресенье, понедельник в ЗАГСах выходной, и невозможно попасть ни в один ЗАГС, то сейчас в некоторых ЗАГСах возможно сочетаться браками и в воскресенье, и в понедельник, и есть даже ЗАГСы, которые работают 24 часа, поэтому вы можете хоть ночью прийти и расписаться, в общем-то. Поэтому да, поэтому сейчас и понедельники тоже стали популярны. Дальше. 11.06. это суббота перед Днем России. Обычно дни, когда предпраздничные какие-то дни перед Днем России, перед, там, не знаю, перед 8 марта, например, или еще перед какими-то праздничными днями, тоже достаточно часто молодожены выбирают эти даты, потому что понимают, что завтра будет выходной, завтра и гости смогут спокойно отдохнуть, и поэтому выбирают этот день. Несмотря на то, что в этом году 11 июня выпало на субботу, если бы это было бы там воскресенье, то на следующий день был бы понедельник, и он тоже был бы выходной, потому что это День России. Тем не менее, все равно эта дата будет достаточно популярной. Она не выпадает на пост, она нейтральна по лунному календарю, ну и, скорее всего, много желающих будет сделать свадьбу в эту дату. 16.06.22 и 18.06.22, сразу две даты назову, это две даты, у которых абсолютно идентичные ситуации. Значит, 16.06. это четверг, 18.06. это суббота. Казалось бы, все классно, да, суббота, суббота, 18 июня, дело к июлю, уже жара, уже все круто, но при всем при этом эти обе даты, они, несмотря на то, что не выпадают на пост, они неблагоприятны по лунному календарю. То есть, соответственно, если люди ориентируются на лунный календарь, то они могут не захотеть делать свадьбу в этот день. Тем не менее, повторюсь еще раз, что суббота и июня однозначно люди будут, да, желающие будут сделать свои свадьбы, поэтому в любом случае нужно бронироваться заранее. Если вы не верите в лунный календарь, то для вас эта дата абсолютно нормальная. Дальше, 22.06.22, 22.06.22, среда, но эта дата выпадает на строгий пост, что не подходит одному типу людей, да, которые ориентируются на пост, и эта дата максимально неблагоприятная по лунному календарю. То есть, не просто неблагоприятная, а максимально неблагоприятная. То есть, лунный календарь говорит, что в эту дату лучше вообще не жениться. Поэтому эта дата тоже не подходит еще одному определенному срезу людей. Соответственно, в эту дату, несмотря на то, что дата красивая, 22.06.22, возможно, не будет такого большого спроса на бронирование, на свадьбу. Так, далее, 25.06.22, суббота, но эта дата неблагоприятна по лунному календарю, и в эту дату не строгий пост. То есть, пост все равно есть, он, конечно, не строгий, но все равно есть. Имейте в виду, что если среди ваших родственников, близких, есть люди, для которых это принципиально, то подумайте, да, может быть, посмотрите какую-то другую дату. Так, побежали дальше. 26.06. Красивая дата, 26.06.22. Это воскресенье. Там также не строгий пост, и она нейтрально по лунному календарю. Ну, соответственно, тоже на нее спрос, скорее всего, будет. Июль. Июль. Мы с вами пришли в июль. 2 июля 22 года. Красивая дата. Суббота. Скорее всего, она будет очень популярна. Ребята, если вы сейчас вот прям сидите, думаете, смотрите на этот календарь и думаете, так, какую же мне дату выбрать? Вот эту или вот эту? Вот эту или вот эту? Обратите внимание на то, что субботы в июле, в августе, в сентябре в любом случае будут популярны. В любом случае. Вопрос только в том, что кто-то ориентируется на лунный календарь, кто-то ориентируется на посты, но при любом раскладе не 10 человек, может быть, будет на место, как говорится, да, не 10 человек, желающих на эту площадку, может быть, а там 5 человек, но все равно будут желающие прийти и занять эту дату. Так, это суббота, но 2, 07, 22, там не строгий пост, и она нейтральна по лунному календарю. 07, 07, 22. И с года в год это всегда была суперпопулярная дата, вне зависимости от года. 07, 07, 19, 07, 07, 20, 21 и так далее. Это были популярные даты. В этом году, возможно, она будет не очень популярна, потому что, во-первых, она выпадает на четверг, то есть это дни суббота. Во-вторых, там есть пост, он, конечно, не строгий, но он есть. И, в-третьих, она неблагоприятна по лунному календарю, то есть, в общем-то, не такое большое количество людей будет хотеть, возможно, зарегистрировать свой брак именно в этот день. Дальше. Тот самый день, на который тоже многие ориентируются, это 08, 07, 22. Это день семьи, любви и верности. Это пятница. Пятница по стоимости, напоминаю, в большинстве случаев равносильно субботе, поэтому разницы нет. В пятницу вы делаете свадьбу или в субботу. Цена практически всегда одинаковая, что на исполнителей, что на площадке. Но, смотрите, здесь важный моментик, что, несмотря на то, что это праздник, такой прикольный, достаточно классный, праздник семьи, праздник любви, этот день выпадает на строгий пост, и он достаточно нейтрален по лунному календарю. Ну, соответственно, возможно, не такой большой спрос будет на этот день. Дальше. 09, 07, 22. Это суббота. Здесь не строгий пост, но он есть, тем не менее. И эта суббота благоприятна по лунному календарю. То есть лунный календарь говорит, что жениться в эту дату можно и даже нужно. 16, 07, 22. Это, опять же, суббота. Тоже будет популярная 100%. Тем более, эта дата не выпадает ни на какой пост, и она нейтральна по лунному календарю. То есть без проблем. 17, 07, красивая дата. Это воскресенье. Также она не выпадает ни на какой пост. Она также нейтральна по лунному календарю. Ну и, соответственно, тоже, скорее всего, будет популярна. Дальше. 22, 07, 22. Второе. Не строгий пост нейтрально по лунному календарю. 100% будет популярна. Да что там говорит? Я тут общалась с несколькими ребятами, и все в один голос мне говорят, ой, нам так нравится дата 22, 07, 22. Наверное, мы выберем ее. 22, 07, 22. Ну и, соответственно, вот представьте, я пообщалась там с несколькими людьми, и они хотят эту дату. А таких молодоженов по всей России, не только по России, по всему свету, достаточно много. Поэтому, возможно, спрос будет большой на эту дату. Так, и 30, 07, 22. Эта суббота не выпадает на пост. Она нейтральна по лунному календарю. Ну, соответственно, также будет достаточно популярна. Вот единственная дата, которая, скорее всего, не очень будет популярна в этом году. Это 27, 07, 22. Она красивая, конечно, но она выпадает на среду, что не особо удобно многим молодоженам. Там есть пост. Он не строгий, но он есть. И лунный календарь пишет, что это не очень благоприятная дата по лунному календарю для свадьбы. Поэтому, возможно, эта дата не будет особо популярна также в этом году. Так, август. Ну что ж, самый-самый-самый популярный месяц. Август и сентябрь. Это два самых популярных месяца. Раньше я говорила, что самые популярные месяцы – это июль, август. Сейчас пошло смещение по погоде, и поэтому популярными стали месяцы август и сентябрь. Потому что в сентябре еще тепло достаточно. Поэтому, конечно, если у вас свадьба в августе, ребята, вам нужно было уже вчера все забронировать. Честное слово. Так, 5 августа – это пятница. Значит, там не строгий пост. Она нейтрально по лунному календарю. Ну и как и любая пятница августа, скорее всего, она будет популярна. 6 августа – это суббота. Она не выпадает ни на какой пост. Она нейтральна по лунному календарю. И, соответственно, она 100% будет популярна. Дальше. 7 августа – это воскресенье. Не выпадает ни на какой пост. И она очень благоприятна. Она благоприятна по лунному календарю. Ну, соответственно, 07-08-22, скорее всего, будет популярна. Дальше. Красивая дата. 08-08-22. Прям по порядку, да, иду. Понедельник. Не выпадает ни на какой пост. Она благоприятна по лунному календарю. Ну, соответственно, скорее всего, тоже будет много желающих, несмотря на то, что это понедельник, зарегистрировать свой брак. Дальше, 12 августа, пятница, там не строгий пост, она очень, очень, обратите внимание, очень благоприятна по лунному календарю, то есть желающих будет много. 13 августа, это суббота, она, опять же, не выпадает ни на какой пост, но эта дата неблагоприятна по лунному календарю, в отличие от 12 августа. То есть, возможно, для кого-то это будет стоп-фактором, возможно, кто-то выберет 12 августа или пойдет в сторону 14, например, августа, но, тем не менее, как и любая суббота августа, все равно спрос на субботу августа будет 100%. Дальше, 14 августа, это воскресенье, там строгий пост, но она благоприятна по лунному календарю. 18 августа, четверг, тоже будет популярна, 18.08.22, там строгий пост, она нейтральна по лунному календарю, но спрос будет на эту дату, повторюсь. 19 августа, пятница, там не строгий пост, она благоприятна по лунному календарю и 100% желающих на 19 августа будет возле тележка. 20 августа, суббота, там строгий пост, она нейтральна по лунному календарю, но, повторюсь, красивая дата, 20.08.22, поэтому желающих также будет очень много. 21 августа, это воскресенье, строгий пост, она нейтральна по лунному календарю. 22.08.22, красивая дата, понедельник, но там строгий пост, и она нейтральна по лунному календарю. Ну, то есть, возможно, какая-то часть молодоженов выберет субботнюю, например, дату, выберет, например, 20 августа, а не 22-е. Хотя они, в принципе, одинаковые, что 20 августа нейтральные по лунному календарю, что 22-е. Дальше, 27-е, 08-е, это суббота, но 27-го, 08-го, прям вот как по закону подлости, понимаете, выпадает строгий пост, она неблагоприятна по лунному календарю, но, тем не менее, это последняя суббота августа. Поэтому, несмотря на вот эти все стоп-факторы, несмотря на то, что кто-то верит, кто-то не верит, все равно 27-е, 08-е будет популярно. Ребята, если вы планируете свое мероприятие 27-го августа, вчера нужно было уже начать все бронировать, и прям максимально нужно начинать готовиться. 28-е, 08-е, воскресенье не выпадает на пост, она нейтральна по лунному календарю, в отличие от 27-го, 08-го, поэтому, возможно, кто-то пойдет в 28-е, 08-е. Ну и плюс ко всему, это еще и красивая дата, да, 28-е, 08-е, 22. Окей, с августом разобрались, теперь давайте сентябрь. 3-е сентября, это суббота, она, значит, не выпадает на пост, просто она благоприятна по лунному календарю, но здесь опять могут сработать какие-то там вот эти вот стоп-факторы. Я календарь переверну, и снова 3-е сентября, да. Поэтому, кто знает, кто знает, и смех, и грех, как говорится, уже не знаешь, на что ориентироваться. Но я думаю, что в любом случае, как я и говорила, обычно сентябрь достаточно популярен, и прямо вот практически там до конца сентября, субботы, все расписываются моментально, потому что все понимают, что разница между 27-м августа и 3-м августа, 3-м сентября, это неделя. И по погоде вряд ли там что-то сильно поменяется, но при всем при этом, в данном случае здесь благоприятно, а здесь не особо, да. Далее, 9-е сентября, это пятница, там не строгий пост, она нейтральна по лунному календарю, и это красивая дата, 0-9-0-9-22, ну, соответственно, она будет популярна. 10-е сентября, суббота, будет популярна 100%, не выпадает на пост, она благоприятна по лунному календарю, ну и, соответственно, это суббота, суббота и сентября, теплая, скорее всего, будет суббота, как и, ну, если посмотреть, да, я там проанализировала, какая была погода в том году в сентябре, какая была погода в поза том году, и практически всегда в сентябре сейчас достаточно тепло у нас, да. Дальше, 17-е сентября, это суббота, не выпадает на пост, но она неблагоприятна по лунному календарю, при всем при этом, я думаю, что достаточно много будет желающих сделать свадьбу 17-го сентября. 19-09-22, это понедельник, она не выпадает, эта дата на пост, она нейтральна по лунному календарю, и эта дата красивая, 19-09-22, то есть, возможно, кто-то предпочтет сделать свадьбу в понедельник вместо субботы, но она будет популярна, но не настолько популярна, как там 0-9-09-22 или как там 0-3-09-22, да, суббота. Дальше, 20-09-22, это вторник, она не выпадает на пост, но это красивая дата, поэтому, скорее всего, этот фактор сработает, скорее всего, все равно она будет достаточно популярна. Она нейтральна по лунному календарю, ну и плюс для многих, многие, кстати, сейчас начали еще ориентироваться на стоимости, да, и понимают, что, например, во вторник выгоднее экономически сделать свадьбу, нежели в субботу, поэтому, возможно, 20-09 будет тоже достаточно популярна, или там 22-09 тоже будет достаточно популярна, потому что, ну, если ориентироваться на экономический фактор, да, если ориентироваться на финансовую сторону вопроса. Далее, 22-09, да, значит, это четверг, он не выпадает на пост, но он максимально неблагоприятен по лунному календарю. Эта дата максимально неблагоприятна по лунному календарю, ну, соответственно, здесь уже вам решать. 29-09, четверг, не выпадает на пост, и здесь она уже нейтральная по лунному календарю, в отличие от 22-го сентября. Так, окейшки, дальше идем в октябрь, здесь у нас меньше популярных дат, чем ближе к декабрю, тем меньше популярных дат. Хотя, нет, хотя в декабре будет достаточно много популярных дат, я вам сейчас расскажу, почему. 1 октября, это суббота, она не выпадает на пост, и она благоприятна по лунному календарю, поэтому, скорее всего, желающих будет достаточно. 8 октября, кстати, опять же, когда я вот рассказываю вам про даты, особое внимание я хочу обратить еще на место, где вы живете. Потому что, вот, например, я частенько общаюсь с ребятами, которые живут в Ростовской области, в Краснодаре, в Сочи, в Краснодарском крае и так далее. И ребята, которые живут на юге, для них, наоборот, июль не популярный месяц, август не особо популярный месяц, потому что сильно жарко, слишком жарко, они не хотят делать свадьбу, когда так жарко. И поэтому они частенько выбирают для своей свадьбы именно октябрь. Именно октябрь, потому что в октябре бархатный сезон, в октябре уже не так жарко, в октябре уже достаточно комфортно делать свадьбу. Поэтому, если вы живете где-то на юге, то ориентируйтесь тоже на те даты, про которые я сейчас вам рассказываю. И выбирая даты, также обращайте на это внимание, что 1 октября, это суббота, скорее всего, она будет популярна. В Сочи будет она суперпопулярна, скорее всего. В Краснодаре она будет суперпопулярна, потому что это суббота, потому что это тепло, потому что это бархатный сезон, то, что нет такой жары. Плюс она не выпадает ни на какой пост, и плюс она еще и благоприятна по лунному календарю. 8 октября, это суббота, она также не выпадает ни на какой пост, она благоприятна по лунному календарю, и тоже будет популярна достаточно на юге, так точно, ну и в северной части, я думаю, тоже будет популярна. Дальше, 9 октября, воскресенье, 09-10, это вот возрастающая вот эта дата красивая, да, 09-10-20, воскресенье, она не выпадает на пост, и она здесь очень благоприятна по лунному календарю. Ну, то есть лунный календарь говорит, что прям супердата, нужно жениться обязательно в этот день. 10-10, 20-я, красивая дата, несмотря на то, что это понедельник, она не опоздает на пост, она нейтрально по лунному календарю, но это красивая дата, и на юге, я думаю, что она будет пользоваться спросом. И, казалось бы, да, 22-е, 10-е, 22-е, суббота, красивая дата, и ты думаешь, ну что еще нужно, да, суббота и красивая дата, но нет. Значит, несмотря на то, что это суббота, и она не выпадает на пост, это суббота, лунный календарь говорит, что это максимально неблагоприятная дата, и что в эту дату лучше не жениться. Но, ребят, еще раз хочу обратить ваше внимание, что здесь, понимаете, здесь нужно ориентироваться на себя, насколько вы в это верите или вы в это не верите. То есть если вы в это верите, то, конечно, лучше не делать ту дату, когда лунный календарь сообщает, что не нужно жениться. Если вы в это не верите, то, ребята, вы женитесь тогда, когда вам нравится. Вот прям вот выбрали дату, и женитесь, когда нравится, но не забывайте смотреть на красивость даты, и не забывайте ориентироваться на летние месяцы, на то, что это суббота или пятница, да, что это будет в любом случае дорого, в любом случае популярно, и в любом случае желающих будет много. Хорошо, у нас осталось два месяца с вами, ноябрь-декабрь, я надеюсь, что вы еще не устали, но мы сейчас с вами добьем, да, как говорится, до конца года, чтобы уже четко было понятно, в какую дату лучше делать свою свадьбу. Так, в ноябре я выбрала четыре даты, которые будут пользоваться спросом, ноябрь уже не очень популярный месяц для свадеб, в принципе, поэтому дат не так много, и, кстати, это не всегда субботы, это не всегда субботы, как показывает практика, в ноябре частенечко бывают свадьбы в другие дни, не обязательно это будет суббота. Хорошо, значит, первая дата у нас 5 ноября, это суббота, она не выпадает на пост, она нейтрально по лунному календарю, ну, соответственно, скорее всего, желающие будут. 11-е, 11-е, 22-е, ну, это красивая дата, действительно, и это еще и пятница, и там нет, там не строгий пост, он там есть, но там не строгий пост, и эта дата нейтральна по лунному календарю, поэтому, возможно, она тоже будет пользоваться спросом. Не так, конечно, как в августе, но, тем не менее, 20-е, 11-е, 22-е, это воскресенье, не выпадает на пост, то есть ничего, никаких постов нет в этот день, она нейтральна по лунному календарю, ну, и плюс дата красивая, 20-е, 11-е, 22-е, красивая. Ну, и 22-е, 11-е, 22-е, во вторник, она не выпадает на пост, вот я вам говорила, да, о том, что не так много в этом году зеркальных дат, которые прям вот максимально классные, которые максимально прям подходят по всем параметрам, по всем календарям. И вот 22-е, 11-е, 22-е, к сожалению, испытание лунного календаря не прошла, эта дата, она не выпадает на пост, но лунный календарь говорит, что эта дата неблагоприятна для асфальдов. Так, и теперь декабрь, ну, вы можете сказать сейчас, ой, но декабрь, там наверняка спроса не будет никакого, в декабре можно жениться в любую субботу, и все будет хорошо, и никаких повышений цен не будет. Однако, я хочу вам сказать, что декабрь по стоимости зачастую равносилен августу. Вот вы можете удивиться, но это так. Почему? Да потому что в декабре есть корпоративы, ребята, от них никуда не деться, и корпоративы начинаются с 10-го декабря. Соответственно, если вы хотите делать свадьбу 10-го, 17-го и там и так далее, да, в субботу декабря, то, скорее всего, вы придете, и у вас просто глаза на лоб полезут от тех цен, которые вам будут выставлять площадки, ведущие и так далее, потому что, естественно, спрос на них большой в этот момент, и в эти моменты корпоративы, и, опять же, тяжело будет найти команду, тяжело забронировать место, потому что большой спрос. Так, 10-е декабря, тем не менее, да, все-таки, если вы запланировали сделать свадьбу в декабре, послушайте даты, которые будут популярны, скорее всего. 10-е декабря, суббота, еще раз отсылку делаю, что будет корпоративы 100% у каких-то компаний, там не строгий пост, она нейтральна по лунному календарю, поэтому, в общем-то, жениться в эту дату вполне себе можно. 16-е декабря, пятница, там тоже будут корпоративы, пятница, суббота 100% будут корпоративы, но там строгий пост, и эта дата неблагоприятна по лунному календарю, поэтому, возможно, свадеб так не особо много и будет, в общем-то, в эту дату. 17-е декабря, это суббота, там тоже будут корпоративы, там не строгий пост, она нейтральна по лунному календарю, поэтому, возможно, эта дата будет пользоваться спросом. 20-е декабря, вторник, там не строгий пост, несмотря на то, что красивая дата, 20-е, 12-е, 22-е, лунный календарь говорит, что эта дата неблагоприятна, ну и плюс там пост есть, он не строгий, но он там есть, поэтому она, возможно, не особо подойдет под свадьбы для каких-то людей, которым верят в календари лунные, православные, тем не менее, в любом случае, эта дата будет популярна, от этого никуда не деться, потому что она красивая, потому что корпоративщики все равно будут делать свои мероприятия в эту дату. Дальше 22-е, 12-е, 22-е, красивейшая дата, зеркальная еще и месяц красивый, это четверг, там есть пост, но он не строгий, она неблагоприятна по лунному календарю, но она будет супер популярна, супер популярна в декабре, не свадьбами, так корпоративами будет занята эта дата, поэтому, если планируете на декабрь, не планируйте на эту дату, потому что спрос будет колоссальный. 23-е, 12-е, пятница, корпоративы, строгий пост уже, неблагоприятна по лунному календарю и будет супер популярна, потому что корпоративы будут 100%. И 24-е, 12-е, опять же, это суббота, корпоративы, не строгий пост, она неблагоприятна по лунному календарю, поэтому, в общем-то, если смотреть на декабрь, то лучше пойти куда-нибудь в начало декабря, чтобы уж наверняка не попасть на супер популярную дату и не оказаться, знаете, в таком непонятном состоянии, что, мол, как это так, подождите, я планировала, что в декабре, наоборот, будет понижение цены, тут все как крыло самолета стоит. Так, ну и последняя дата, про которую я сегодня вам скажу, это 25-е, 12-е, это воскресенье, корпоративы тоже будут, скорее всего, но там не строгий пост, она очень благоприятна по лунному календарю, кстати, да, в отличие от 24-го декабря. И поэтому, возможно, будет спрос на эту дату достаточно хороший, ну, потому что по многим параметрам, в общем-то, она достаточно благоприятна. Я не стала рассматривать дату 31 декабря, потому что я на 100% уверена, что эта дата не будет популярна для свадеб, не будет популярна для корпоративов, потому что она выпадает на субботу, и навряд ли кто-то решится делать свадьбу именно в день, когда Новый год. Вот, поэтому, скорее всего, 31 декабря будет свободно, то есть если хотите пожениться 31 декабря, то, скорее всего, будет свободно, но по ценам тут уж непонятно. Тут непонятно, потому что, в любом случае, рестораны бронируются для, делают эти новогодние вечеринки, да, для людей, это уже не корпоратива, это уже просто новогодние вечеринки в ресторанах, поэтому, возможно, по ценам это тоже будет достаточно дорого. Да, поэтому, если уж выбирать между декабрем и ноябрем, лучше пойти в ноябрь и там спокойненько сделать мероприятие в какую-то не суперпопулярную дату, да, про которую я рассказала. На этом, в общем-то, мы с вами закрываем вот этот вот календарик, да, как говорится, я календарь переверну, мы с вами закрываем календарик, выбираем ту дату, которая вам максимально удобна, которая максимально комфортна. Не забывайте, еще раз хочу повторить, что все даты, субботние, пятничные, летом, в любом случае, будут популярны. И также не забывайте, что, несмотря ни на какие приметы, несмотря ни на какие календарии лунные, нелунные, православные, самое главное, это, мои хорошие, это ваши отношения со второй половинкой, все остальное, это, ну, кто-то верит, кто-то не верит, да, это какие-то условности. Самое главное, это то, как вы относитесь к своей второй половинке, и самое главное, это то, чтобы вы сохранили теплые отношения друг с другом в момент подготовки своего мероприятия. А для этого я вам очень рекомендую обратиться к свадебному организатору, я вам очень рекомендую сберечь свои нервы и прийти к человеку, который все сделает за вас, а вы спокойно, да, как ремонт заказываете, вы приходите и просто принимаете работу, а не клеите вместе обои, переругавшись 10 раз из-за этих обоев. Поэтому обращайтесь к профессионалам, и будет вам счастье, как говорится, и будет все хорошо. С удовольствием поможем, моя команда с удовольствием поможет вам организовать мероприятия. И контакты будут в описании к этому видео. Если вы выбрали другую дату, не услышали сегодня о своей дате, то, скорее всего, ваша дата не особо популярна будет, и свадьба ваша выйдет дешевле, чем в те даты, про которые я сегодня рассказала. Видео получилось длинное, но я надеюсь, что полезное и информативное для вас. Если вам понравилось то, что я для вас записала, оставляйте, пожалуйста, пальчики вверх, пишите комментарии, задавайте вопросы, я с огромной радостью отвечу на все вопросы, которые вы оставите под этим видео. И не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропускать новые свеженькие выпуски 2022 года. Пока-пока!